Вы слышали о препарате АСД? Какими свойствами обладает АСД? С какой целью применяется АСД? Смотрите видео до конца и узнаете о чудесном препарате АСД. Перед просмотром видео хотим поприветствовать всех присутствующих и пригласить подписаться на канал. Наверное, о препарате АСД слышали только некоторые наши зрители. А ведь этому средству приписывают совершенно чудесные свойства. Что за препарат АСД? АСД расшифровывается как антисептик-стимулятор Дорогого, названный по фамилии ученого, синтезирующего его в лаборатории и определившим полезное свойство полученного вещества. Это натуральный катализатор всех основных функций, содержащий биологически активные вещества, воздействующие на каждую клетку. В настоящее время этот препарат официально используется в ветеринарии и не применяется официальной медициной. Но давайте обо всем по порядку. Какая история создания вещества? В 40-х годах прошлого столетия группа ученых получила задание на создание препарата, способного положительно воздействовать на все функции организма, ускорять процессы заживления и противостоять серьезным заболеваниям. Главной же задачей было создание препарата, способного выводить радиацию из организма. Ученые под руководством Алексея Власовича Дорогого получили такое средство, отталкиваясь от данных экспериментов французского барона Жильдере, который получал из лягушек чудодейственный эликсир. Команда под руководством Дорогого также стремилась получить полезное вещество путем выпаривания и возгонки жидкости, получаемое при выпаривании лягушек. После большого количества экспериментов получилось вещество, которое разделилось в сосуде на две фракции, более тяжелую внизу и более легкую, маслянистую наверху. Это и стало тем препаратом, которое после назовут АСД. Какими свойствами обладает АСД? Нижняя фракция получила название АСД-2, а верхняя АСД-3. Обе фракции используются для лечения, только фракция-3 наружно, а фракция-2 внутрь. Полученный препарат обладает коричневым цветом и очень неприятным запахом. Однако чудесные его свойства были подтверждены в эксперименте над животных и, возможно, даже на людях. Но в настоящее время препарат официально используется только ветеринарами. В настоящее время для изготовления препарата используется мясокосная мука и отходы мясных комбинатов. Полученная жидкость является биологически активным субстратом, который оказывает следующее воздействие на организм. Влияет на белки, не давая проходить окислительным реакциям. Повышает возможность синтеза аминов, в том числе и гормона радости, серотонина. Улучшает процессы регенерации и способствует омоложению. Нормализует обмен веществ в каждой клетке. Помогает синтезу гемоглобина. Такие свойства позволяют препарату воздействовать не на уровне одной системы или одного органа, а на уровне всего тела человека в целом. Это приводит к повышению продолжительности жизни, позволяет справиться с болезнями, улучшает психологическое состояние. То есть средство работает не только как лекарство, но и как сильный профилактический ресурс. С какой целью применяют АСД? Все описанные положительные свойства позволяли бы использовать АСД в разных отраслях медицины, начиная от кожных болезней и заканчивая онкологией. Поскольку функции у него следующие. Уменьшение интенсивности воспаления, совершенствование и адаптация иммунитета. Противостояние старению за счет высокой антиоксидантной активностью. Уничтожение микроорганизмов, являющихся причиной многих болезней. Нормализация метаболизма на всех уровнях, антиаллергическая активность. Однако, до сих пор АСД лишь препарат для лечения животных. С этой функцией средство отлично справляется. Некоторые последователи дорогого применяют на свой страх и риск АСД для лечения людей. По их данным, действительно получаются хорошие результаты. Так что, возможно, уже найден эликсир долголетия и здоровья, просто он еще не всем доступен. Какую схему использования АСД-2 предлагают применять? Еще раз напоминаем, что для употребления внутрь возможно использование только второй фракции. АСД-2. Этот водорастворимый субстрат можно применять как наружно, так и внутрь. Для использования с целью оказания иммуностимулирующего воздействия, для уменьшения влияния токсических факторов и повышения адаптационных свойств организма в любых условиях следует использовать таким образом. В 100 мл воды накапать 15-20 капель АСД-2. Принимать два раза в день перед приемом пищи минут за 30. Минимальный курс приема 5 дней, потом 3 дня перерыв и повторный прием препарата в течение 5 дней. Количество подобных курсов не ограничено. АСД-2 можно применять для купирования зубной боли, смочив тампон в растворе и прикладывая к больному месту. Он поможет снять воспаление глаз, если развести в половине стакана холодной чистой воды 3 капли и промывать раствором глаза. Компрессы с АСД-2 в сочетании с приемом внутрь помогут снять боли и воспаления при заболеваниях суставов. Препарат можно использовать для ингаляции при респираторных заболеваниях и бронхите. Им промывают полости для купирования воспаления и антибактериальной целью. АСД-3 поможет при кожных заболеваниях, обладая противогрибковыми свойствами, устранит грибок кожи и ногтей. Использовать АСД-2 можно при более серьезных поражениях организма. Но обязательно стоит посоветоваться с врачом и не отказываться от средств, предлагаемых официальной медициной. Истории о волшебных свойствах препарата довольно много в архивах страны. Есть отзывы о его положительных свойствах для человека. Но препарат не признан официально, поэтому применяется для лечения человека только на свой страх и риск. А причина его использования следующая. Он недорого стоит и доступен в каждой ветеринарной аптеке. Воздействует на весь организм в целом, значит помогает практически при любом заболевании. Универсален в применении, возможность использования при различных тяжелых заболеваниях. Эффективность субстрата, доказанная на использовании на животных, а они ведь братья наши меньше. АСД-2 можно рассматривать как чудодейственный эликсир, а можно в это не верить. Но если не боитесь неприятного сильного запаха, то можете попробовать. Кстати о запахе, от него пытались избавиться. Но если АСД-2 терял запах, то и терял свои чудесные свойства. Поэтому аромат придется потерпеть.